Добрый день уважаемые коллеги всех вас поздравляю с новым годом с прошедшими праздниками ну и конечно с первым рабочим днем очень большая честь для меня начинать в директ академии этот следующий рабочий сегмент но и тем что мы вместе с вами его открываем сегодня тема у меня несмотря на праздничное еще жизнеощущение звучит довольно так угрожающий негар некролог для учебника вы наверное заметили что так получилось но конечно это не похороны у нас с вами а очередная проблемная тема для размышлений которые приходится обращаться мы как электронная библиотечная система университет библиотека онлайн вообще-то живем за счет учебники конечно для нас это не какое-то злорадство а действительно размышление над тем как будет строиться в ближайшем будущем наше учебное пространство и думаю что для вас всех как специалистов информационной области эти размышления будут интересны где-то вы согласитесь где-то нет где-то свои мысли предложите буду очень за это благодарен вот но а вообще хочу начать с того что сегодня конечно очень противоречивое положение у учебника как основного учебного формата и в целом то он выглядит гораздо лучше чем любой другой формат книги на сегодня вот средний тираж учебника в россии девятнадцатом году по статистика около шести тысяч экземпляров это практически в два раза выше тиража обычной средней книги в нашей стране то есть очень нехороший показатель при том что здесь тоже колышется от сотен до миллионов ну и в целом вот этот вот формат для издателя считается достаточно удачной и выручка в 10 миллионов рублей в год например от одного школьного учебника это далеко не самый высокий показатель ну и в целом если мы посмотрим как как меняется ситуация в книжной отрасли последние годы то мы скорее здесь видим что учебник все все больше наращивает плюсов у меня диаграмма здесь которая и по числу выпущенных названий и по совокупному тиражу демонстрирует очень большой этот желтеньким это учебная литература вот увидите это номер один во всех таблицах по количеству названий учебник это сегодня самый многочисленный хорошо представленный сегмент ну а по тиражам это просто половина всей издательской продукции стране конечно вузовской среде это немножко там поменьше вузовский учебник и в основном тиражи это прежде всего школьные учебники но вот наименование это вузовские учебники ну и в денежном выражении по рынку это примерно соответствует диаграмме тиражности это тоже около 50 процентов всего рынка мы знаем гиганты такие как просвещение это номер один издательство номер один в россии и целом если мы смотрим на протяжении последних десяти лет вот это желтенький сегмент в отчетах книжной палаты и роспечати все время увеличивается уже даже сегодня на двадцатый год особенно но мы ждем отчетов я думаю что вот эта доля желтого сегмента будет сильно увеличен так что учебник пожалуй среди всех книг победитель но вместе с учебником конечно встает рядом и наука образование наука идут плечо к плечу и мы уже будем здесь сопоставлять смежной области а что происходит с научный с научным книгоизданием вот вы видите что в целом и рынок научной литературы и учебный достаточно стабили но вот того роста которые мы видели не очень заметно а вот в наименованиях мы видим что научная литература начинает снижаться и действительно по сравнению с учебной но как и другие сегменты научная литература демонстрирует снижение вот важно тут пропорции потому что университетская книга это и учебник и монографии так и учебные научная литература и вот вы видите в разница в количестве наименований учебной литературы всего в два раза выше а вот разница в тиражах обратите внимание на цифры более чем в 22 раза если совокупный выпуск тираж всей научной литературы 10 миллионов вот учебная литература 238 миллионов экземпляров колоссальная разница двух сегментов которые сопровождают нашу университетскую среду а вот так выглядит использование в электронном формате в учебном процессе тут наша внутренняя статистика опять-таки самый большой вот этот фиолетовый сегмент это использование учебников и сразу скажу при том что наполнение учебниками бы составляет только 15 процентов очень небольшой сегмент а вот использование 50 и выше с учебной литературы это 56 процентов учебники учебную литературу вот то есть реально конечно колоссальный приоритет и превосходство учебника по отношению к другим сегментам учебной научной литературы более 16 миллионов вращений вот и действительно читается и нужна эта литература в общем мы как вы видите статистически очень даже неплохое положение особенности если говорить о других сегментах книги то это еще и постоянно растущий сегмент вот но вот в вузовской вузовском учебнике уже ситуация существенно другая и вы понимаете почему вузы это гораздо меньше учащихся если это у нас школьный около 15 миллионов насчитывается в узкой совокупно там около 7 вузовская сузовская и кроме того происходит внутренние процессы на протяжении последних 10 лет очень существенно вот они здесь отражены показатели закупок литературы вузами и вы видите что печатные которые там сто процентов закупки составляли они довольно сильно падают электронные которые пришли им на замену смену немножко компенсирует но в целом в два-три раза снизился объем закупок литературы а литература все-таки в основном учебная литература вот это такой же по смыслу тренд в отношении роста количественных показателей если печатные издания постоянно снижались электронный постоянно повышаются где-то на рубеже 18 года мы считаем произошло уже преобладание электронных изданий на рынке перед печатными ну и это вот снижение продолжается и вот как я сказал расходы на электронные издания уже сегодня превышают расходы на печатные здания учебные литературы а в научной периодике эти процессы еще более явно выражены но мы их касаться не будем вот тем не менее при это кстати снижение самого рынка то есть денежного совсем друг другая картина с количественными показателями с ростом учебные литературы рост этот постоянно график направляется вверх и в целом если вот оценивать вот эти последние 10 лет то качество и плотность обеспечения учебного процесса учебникам в высшем образовании значительно возрос вот количественно мы его оцениваем так с 15 тысяч до 35 тысяч наименований то есть больше чем два раза в два-три раза количество учебников за это время выросло при том что денег у него вроде бы не хватает почему так произошло ну во первых это сделал наш новый в гос 3 со всеми плюсами который ввел в обращении принцип что каждая дисциплина должна быть сопровождаться учебником вот при этом у нас образование очень быстро диверсифицируется очень много вариативных дисциплин включается и это и вызвало такой вот поток новой дисциплины второй мотиватор это рост публикационной активности он конечно в основном направлен на периодику на научную активность но учебная литература тоже немножко здесь мотивируется и в конце концов его тоже побуждает преподавателей создавать особенно вот в некоторых вузах ведущих ставится задача иметь свой учебник ну и низкий барьер для электронной публикации если раньше издать учебник это была целая история и довольно финансово времени то сегодня с упрощением и снижением всяких барьеров и планок это становится довольно несложной задачей поэтому как вы видите там день в денежном объеме все резко вниз круто а здесь достаточно круто вверх причем здесь работает по графику видно крупные издательства они очень быстро растут растет вузовская книгоиздание заметно ну и само собой агрегаторы такие как мы они тоже добавляют в эту общую копилку хотя до сих пор конечно задача обеспечить все учебники высшими о все дисциплины высшего образования не решена как вы сами хорошо знаете и в принципе я думаю она не может быть никогда решена хотя раньше это даже и не мыслилась такая такой рай вот это вот первый там звоночек такого состояния вот еще несколько свидетельств со стороны проблемы вузовской учебной литературы которые очень на самом деле глубокий это я привожу слайды из недавней конференции двадцатого года из выступления инфраем я директора альбина не старого где она папа показывают тут несколько проблем первые из них переориентации с бумажной книги на электроны без перераспределения бюджета и даже с очевидным снижением бюджета вот по их оценкам с тринадцатого года объем рынка упал более чем в два раза ну как я говорил вот причем упал и не только в отношении печатных продукции но и в отношении электрону если реальных ценах мерить и в целом если вот отталкиваться от этого от этих цифр то вот сегодня объема рынка учебной литературы составляет один два полтора миллиона рублей вот миллиарда да прошу прощения миллиарда рублей но это конечно очень мало это всего два процента от книжного рынка то есть вот вузовский учебник два процента ну почти статистический проект погрешность конечно рынок маленький и сужается и это вот и побуждает нас к таким серьезным разрушением и все все время говорят о кризисе книги книжного рынка да ну при этом вот мы знаем что в течение этих десяти лет практически ежегодно обеспечивается 5 процентный рост книжного рынка за счет прежде всего повышение цен а вот здесь мы видим десяти процентное снижение рынка ежегодно несмотря на повышение цены и все остальное то здесь даже помогает так что получается что этот сегмент хуже всех остальных себя чувствует ну и вот другой другая проблема который не про им указывает это вообще рентабельность издание учебников если получается что сегодня на один учебник средняя выручка это где-то 12 тысяч по подготовку учебника более-менее качественно без всякой еще печати стоят где-то 50 тысяч то есть это очевидно создание учебника убыточное предприятие и вот при том что превалирование вариативных дисциплин в учебном процессе как они указывают ведет к страданию экономика учебного процесса в плане базовый вот это количественный рост он скорее вредит рынку там чем помогает вот ну а выход вот из этой нерентабельной ситуации какой может быть как-то приспосабливаться на в постоянном снижении издержек и качество то есть учебник вузовский по сути дела это сегодня книга в авторской редакции по сути дела разрушена школа научной редакции вузовского учебника очень редко кто может себе это позволить ну и специалисты соответственно уходят практике уходит очень плохо отказ от авторского гонорара тоже уже никто и не мечтает в вузовской среде о вознаграждении за свои усилия только слава как говорится ну и вообще учебные книги издания превращается в самый сдат что тоже как бы не не соответствует статусу книги которые наиболее научно должна быть насыщена и проверена вот ну а с другой стороны поддерживает отрасль субсидирование издания учебной литературы то есть вузы и другие источники они как-то еще там вливают в это деньги ну и инфраэм еще раз подчеркиваю еще третью проблему ставит политику сдерживания контента для входа в вуз ну а это проблема я по-другому переформулировал это проблема в том что учебный контент и учебник в вузе все меньше нужны то есть происходит снижение ценности учебной литературы а соответственно снижение ценности библиотеки в системе высшего образования и это происходит на наших глазах и это по-моему пожалуй корень всех проблем а вот еще одно свидетельство уже касательно к двадцатому году этот опрос проводила айпи армении он тоже любопытный вот тут три слайда три вопроса отражены и по ним видно что публикационная активность в этом году не снизилась писали авторы и преподаватели свои труды издательская активность тоже достаточно вот этот оранжевый светлый желтый сегмент тоже достаточно высокий то есть повысилась или ничего не изменилось почти 50 процентов а вот выручка издательств очень сильно понизилась вот выросла практически ни у кого не выросло осталось на прежнем уровне там у 30 процентов то есть явное несоответствие вложений и выручки издавали больше получили меньше то есть это был год спада доходов в вузовском книгоиздании соответственно она еще больше подкосилась так что вот такие вот очень противоречивые тенденции с одной стороны роли вес учебника повышается структуре книгоиздательской продукции количественный вес учебников в наименованиях тоже увеличивается но все это происходит при общем понижении книжного выпуска то есть всем просто плохо еще даже хуже при этом научные книгоиздания падает тиражность учебников тоже падает а рентабельность учебников становится отрицательной вот такая непростая ситуация с точки зрения издателей рынка учебников но тут надо различать две разные истории школьные учебники это вообще совсем другая картина и тем не менее тенденции и то о чем мы будем сегодня говорить они будут касаться конечно и школу тут в том числе вот и этот рынок реагирует тем что он консолидируетесь происходит слияние крупных игроков и в прошлом году вы наблюдали это за прошлым наш рынок практически школьных учебников слился в одно крупное издание все все знаем как как его называется хорошего от этого конечно очень мало но второй момент что здесь государство взяло на себя обязательства по душевого бесплатного обеспечения школьными учебниками вот и в этом плане финансы и количественно все все как бы пока нормально до тех пор пока будет этот учебник существовать учебный в бумажном виде никто не будет ставить здесь вопросов а вот рынок вузовских учебников существует за счет того что субсидируетесь прежде всего со стороны вузов ну и закупками ну а сейчас уже в большой степени собственную собственной издательской деятельностью вот при этом в госы обеспечивают по дисциплине и обеспечение учебного процесса до что очень сильно мотивирует и и вследствие этого рынок разбился на несколько агломератов крупных издательств в том числе и вузовских издательств в то время как частные небольшие издательства постепенно с этой поляны исчезают вот такие происходят объективные изменения в которых мы вписываемся но это уже как бы внешние такие последствия экономические да а теперь посмотрим что происходит с учебником и почему вот он так из рынка уходит почему учебник не вечен ну задумаемся прежде всего что такое учебник насколько он важен необходим учебному процессу учебник это род справочника все мы знаем да обобщающий современный уровень знаний по предмету и его центральная задача в отличие от монографии да это педагогический и методический выверенный текст подготовлены для целей обучения и уже вот отсюда мы можем видеть если в современном образовании ярче выражен тренд самостоятельному проектному обучению междисциплинарным научным индивидуальным подходом тем менее подходит для этих целей учебник то есть вся эта вот дифференциация усложнение она конечно подрывает значение стандарта которым является учебник и по большому счету конечно вот такой стандарт где там нужно просто выучить то что написано это уходит вот в те времена бурсы помиловского да то есть это реликт школы от зубрежки к развитию собственного мышления вот такой тренд уже там столетиями наблюдается и в этом плане учебник учебник не работает на этот тренд развитие индивидуального сознания ученика вот а высшей школе это практически уже некий нонсенс даже я бы сказал это некий реликт школы в университетской жизни обучать будущего специалиста просто по одному учебнику ну скажем так не современно и вот что меня давно подтолкнуло к этой мысли к этому заключению оно пожалуй там одно из центральных наших размышлениях о том что западной системе образования я там немножко знаю изнутри тоже четыре года учился в немецком университете вот у них понятия учебники вообще нет ушел из жизни вместо этого есть аналог то что называется по-немецки штандарт верк то есть книга которая несет себе стандарт который лучше других в этой отрасли это в принципе монография да которую описывает самые важные вещи и какие-то там последние новейшие научные изменения вот это не учебник а в переводе стандартные книга и вот мне кажется что это тенденция общая и конечно наше образование по мере того как она становится все больше научно насыщенным меньше таким школьным школьным обучающим она будет двигаться в этом направлении и учебник он уже сегодня из деятельности ведущих российских университетов все больше уходит вот на одном из совещаний в министерстве как раз представитель высшей школы экономики как раз такую же позицию высказывал что такое учебник почему там все вокруг учебник вот это все вполне логично ну и там я наверное буду говорить наши монографии то что у нас понимается под монографии тоже зачастую является учебником учебником вот часто учебник выгоднее преподавать иметь учебник своем портфоне да он называет это учебным пособием если ему вот нужно в данный момент монографию это читаться он назовет это монографии то есть в нашем учебно-научном пространстве учебник по узкой сфере там магистратуре он вполне имеет вид монографии но вообще если более широко поставить вопрос куда уходник уходит сегодня учебник скажем так что проблема учебника если раньше это был такой монолит и принципе он единственный такой ключевой канал был в передаче зданий то вот сейчас происходит распределение этой информации учебный по множеству информационных каналов особенно интернета как бы расщепление учебника вот я здесь ставлю вопрос кто станет тучи убийцей учебники ну во первых мы видим что первым убийцей становится научный переводик особенно в области естественных технических наук в гуманитарной сфере немножко по-другому вот но тем не менее вот все усилия ведущих университетов все эти требования к теперь айк преподавателю они связаны с публикационной активностью в периодике и собственно пишущему преподавателю уже нет смысла писать учебника и мы это уход авторов очень четко видим и чувствуем на себе второй уход это монографию в том смысле которым я сказал что по большому счету границы между учебным пособием на графе небольшая и по сути дела часть наших учебников это названный так монографии монографии а монографии это более четкий научный формат где происходит самостоятельное исследование предмета с авторской позиции и с такой заявкой для всего научного сообщества учебник в этом статусе гораздо ниже с точки зрения научного сообщества он там учит студентов да это просто там обучалка вот на монографии это презентация ученого в научном сообществе это конечно заявка более серьезные вот и что тоже отражается вот третий пожалуй самый активный канал куда уходит учебники это компиляция вот из того что стало легко производить из того что все требуют этот учебник но создавать его также тяжело как и было всегда для автора возникают то что я назвал компиляции это имеет очень очень разный самый простой когда ученый преподаватель вернее готовя дисциплину набирает из разных учебных пособий там статей материал и как-то вот формирует свою 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 учебные пособие единстве дает такой некий компилят вот и некоторые его чуть-чуть там редактируют и называют своим учебным пособием ну на самом деле это псевдоучебники некоторые просто практически собирают из других учебников разные главы следуя индивидуальной стратегии своего курса вот не называют своим учебником но тем не менее учебника не возникает возникает такой некий аналог от сюда уходит учебный контент вот это как раз такой базовый канал неофициального утекания учебного контента ну а четвертый это в перспективе займемся сегодня больше всего цифровой среде происходит переход к онлайн курсом вот это некий образ учебника будущего цифровой формы учебника учебник переформируется в онлайн курс вот этот вопрос пожалуй самый интересный с точки зрения будущего развития мы на нем отдельно остановимся ну а что касается вот учебника в том виде который мы его знаем давайте оценим сильные слабые стороны что что нам дает наличие вот этого вот вот какие улицы ну во первых учебник печатной форме фиксирует знания виде качественно сформулированного текста конечно для учебных целей это обязательно нужно какой-то такой костяк знаний они вот облака из из разных ссылок и в этом пожалуй вечная как кирпич до вечная ценность его второе учебник содержит проверенные и удостоверенную станете все там мнение гипотезы они вычищены или вот в этом статусе зафиксированы то есть они дают такую научную гарантию чего не гарантирует интернет контент который заполняет сегодня учебный процесс вот то есть учебник является документом неким снимком актуального состояния знаний фиксированными снимками вот в качестве этого документа я думаю он есть и будет но как вот и в нашей жизни документы не каждый день требуется да и все 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 меньше все больше в электронном виде вот точно также даже этот документ конечно будет редукцировать и кроме как документы справочник он становится нужен и вот это вот современный учебный процесс очень сильно чувствует скажем так радикально учебник становится не очень нужен современном учебном процессе потому что здесь очень много нового притекают вот эти вот новые информационные каналы новые интерактивные формы аудио визуальные то есть слишком много то что мог нужно использовать откуда черпают преподаватель возможности обучения что конечно учебник становится просто элементом вот так же как газета в печатной газетах нашего современному информационном потоке тоже где-то еще она очень даже хороша самолет например да ну а где-то это уже такая просто символ и почему это происходит в принципе в те же проблемы что из газеты учебник он очень теоретичен и очень статичен него сложно и вот особенно с точки зрения практики до сегодня современное образование очень быстро разворачивается такой сугубой практике как это сделать что делать вот без лишних это то что раньше заполняли мозги без личных без лишней теории из лишних абстракций и вот учебник как раз сложным убить и практическое действие вот этот интерактив кейсы динамику и это ему сильно мешает второй важный момент я считаю это развитие и ценность цифровых интерактивных форматов контрольно-измерительных функций знаний различные тесты тренажеры экзамены и так далее вот это как раз очень хорошо делают платформы и интернет и все эти наши компьютерные штуки а вообще аудио визуальные формы лучше отображает эту практическую работу и они конечно не вмещаются учебник исследовательские даст данные то есть базы данных это тоже не вмещается форму учебника он очень как гроб очень ограничен вот дальше учебник быстро устаревает а преподаватели нужны более динамичные формы работы с информацией актуализации данных а каждый учебник чтобы актуализировать это и работа автора и работа издательства это довольно недешевый процесс ну и еще один момент который я бы обратил внимание что учебник он ставит учителя над учителя для преподавателя который учит пока чему-то чужому учебнику он автоматически встает некую научно подчиненную роль он просто исполнитель да автор вот это светило раньше это работало и вот такие иерархия преподавателей был автора было очевидно вот сегодня мне кажется это не очень работает во первых преподаватель высокого уровня он уже не умещается учебник которые мы там со стороны он создает свой или вообще начинает самостоятельно стоит помимо учителя учебника он стремится создавать индивидуальный образовательный контент здесь ему учебник не очень помогает здесь как раз будут онлайн формы полезны и в итоге получается что вот так довольно розовая благополучная ситуация с учебником она держится на аккредитации мы давно это поняли потому что как правило активизация нашего взаимодействия с уже происходит перед и вперед аккредитации аккредитация как раз и требует те принципы которые там я озвучить и те мотиваторы то есть соответствие в гос соответствие требования обеспечения учебником каждая дисциплина ну хорошо вот какое-то время пока это ограде требования аккредитации существует вот так все на этом стоит да ну когда-то они изменятся любой документы государственного мышления он архаичен он смотрит где-то там на 5-10 лет назад если мы посмотрим опять вместе вперед то может быть уже не будет этого требования в аккредитации и все вообще изменится на учебнике вы видите так вузовский учебник еле дышит вот это что сегодня мы имеем я бы назвал рынок аккредитации изменится порядок аккредитации и вообще все станет по-другому ну и еще одно один момент который вот в эти вошел в систему и аккредитирование вообще организации вузовского образования это некое налаживание иерархической структуры образовательных программ учебных планов рабочих план дисциплин то есть от вуза к преподавателю вот эти вот заполнение этих документов вызвало конечно огромный объем работы армии преподаватель трудится над их заполнением тратит свое время и вот что был этот порядок то потребность в огромном массиве учебников и создала когорту агрегаторов таких как мы вот она собственно и нивелировала качество учебников до авторской редакции она создала такое пространство управления образовательным процессом через вот эти вот документарные формы вот это по сути дела прямой прямое следствие и реализации идеи цифровизации образований вот поэтому на вопрос может ли рухнуть вавилонской башни аккредитации я смело отвечаю нет она не рухнет потому что вот цифровизация причем в том виде которым я сказал это как раз то сущность цифровизации цифровой школы которые строится и может быть построена в этом компьютерном сетевом электронном пространстве на практике это все реализовывается во все большем документировании динамических процессов потому что управление требует обязательно некого документирования остановки точки да и это всегда будет реализовываться простом процессе из жизни на бумагу в компьютер фиксация наша и динамика учебного процесса вот эта фиксация которая и есть цифровизация она создает возможности управления прозрачности этой сферы консолидации его то есть перевода из реальной не цифровой жизни цифровую жизнь базы данных в управлении вот этим новым компьютерным организмом вот так я вижу вот эту цифровизацию и как она проявляется будет проявляться в нашей жизни учебник в этом плане как документ конечно очень важный необходимый элемент ну вот и да с этим подчеркнул что вот для цифрового образования существенно то что все предметы могут вестись сумме дистанционно а то что учебный процесс смыкается единый прозрачный для цифрового разума цикл он становится цифровым элементом и расщепляется на цифровые элементы сетью некой программы вот но вот в этой в этой программе учебник может исчезнуть к в качестве обязательной галочки и тогда вот система наших координации не то сначала на что все смотрят куда это изменится и что может прийти вместо учебники у нас называется онлайн курс вот об этом мы поговорим сейчас уже немножко даже поглубже выниматься самой материи учебный говорить и первое что мы тезис который мы заявим представление учебника как гипертекст вчера он был у нас текстом задача сегодняшние чтобы он стал гипертекст насколько он здесь дееспособен вот скажем так учебник это оформленный учебный контент так что происходит с учебником в новой информационной среде когда есть интернет все остальное ну во первых учебный контент становится многообразным многоканальным многоформатным и он растекается по разным информационным каналам интернету и мэйлом соцсетям фонографию золаналом даже вот есть такая практика что ну когда не подписываются или там что-то очень нашим научно-исследовательскими крупным университетом это свойство не подписываться на эбс распространять учебники посредством и мэйлов вот вот это кстати практика очень интересная который характеризует подчеркивают ведущие федеральные самые самые прогрессивные наши университет не платить за учебники а вот преподаватель их там по емэйлом своим ученикам отсылает вот на самом деле что происходит это и происходит превращение учебников гипертекст он утекает из вот этого формата гипсо сформированным издательством до утекает в эту текучую интернет-свиду второй момент учебник всегда образовательном процессе воспринимался как некая сакральная вершина знаний источник знаний творение великого автора который имеет право всех учить соответственно книга которая тиражируется вот собственно учебник и тиражируется это ключевая связка не будет слова тиражируется не будет у не будет учебника да так вот вот это вот связка как раз разрушается и вот этот на учебниках сакральная вершина переходит к учебнику повседневности учебнику как мы называем пупкина учебник который должен быть каждым вузе чтобы каждый преподаватель имел свой учебник то есть приходит в вести разным учебник по сути дела это нонсенс да не может быть вести разным учебнику он уже не учебник а какая-то там тетрадка этого записанный конспект лекции этого преподавателя вот но к этому как раз и происходит падение на тиражей учебника я вам сказал последние 10 лет только десятки раз некоторые от тысячных к сотням произошло это все тоже свойства учебника как гипертекст он ускользает дальше вот это вот монополия учебника монополию отнимают многоразличные авторы то есть эти многоразличные авторы отнимают учебника автора с большой буквы если раньше у дисциплины существовал автор вот этот большой буквы до которого там все поклонялись авторитет был не привлекаемым то сейчас даже по базовым дисциплинам становится много учебников разного качества и это тоже такое размытие основ ну и то что вот учебник распадается там на главы на фрагменты цитаты так далее учебник раздание раздербанивает и растет из текста он становится гипертекстом и скажем так любая книга и учебник в том числе в современных условиях поневоле становится гипертекстом с которого все тащит который растекается который уже не может вот стоять на этом фигистале гипертекст это бытование текста многомерности и многоизмеримости современных медиа основная форма гипертекста интернет интерактив и поэтому учебник и хотел бы но не может удержаться он превращается гипертекст а для гипертекста есть более такой удачный кандидат которую мы и называем онлайн-курс и чем онлайн-курс лучше как носитель гипертекста что осуществляет онлайн-курс иначе чем учебник во первых он собирает воедино то что разбежалась по интернет-пространству он как раз может собрать воедино всякие ссылочки гиперссылки иллюстрации видео и так далее он включает в учебный контент не только текст но и контент трансляцию то есть он может говорить с помощью так называемый говорящий головы дальше он включает свободно в учебный контент и тесты и проверочные материалы то что невозможно для учебника и конечно включает учебный контент интерактив аудио-визуальную коммуникацию конечно вот этот вот все что то что составляет медию современную среду его довольно органично входит в сравнении с учебниками и в соответствии это с этим и даже более того онлайн-курс по-другому позиционирует преподавателя по отношению к автору а студента по отношению преподавателя что я имею ввиду что если я простой преподаватель передо мной учебник какого-то замечательного автора я вам сказал это одно отношение если у него онлайн-курс то это уже совсем другое отношение чем к автору учебник очень часто онлайн-курсы бывают без авторства да и это уже по определению некий такой компилятив некая такая коллективное произведение и соответственно совсем другое отношение да ну и студенты по отношению к преподавателю до одно дело когда студент имеет дело напрямую с преподавателем другую совсем когда он имеет дело с платформой а преподаватель как некий тьютер где-то за онлайн-курсом то есть это совсем другие отношения учебной среде это конечно предмет для очень важных размышлений но тем не менее вот вы видите на этой схемочки что учебник с одной стороны принуждается вылиться в гипертекст онлайн курса с другой в целом все это процессы происходящие с учебным контентом но что важно заметить что то как трактовалось дистанционное образование онлайн-курсы вот в прошлом году и что нам продавалось как distant все-таки на самом деле это не distant и гипертекст помещение головы преподавателя ее экраны и существование в виде говорящей головы мы с вами понимаем что это не является дистанционным образованием а участие в этом не является онлайн курсом то есть это некая имитация пародии это некий суррогат обучение через экран просто трансляция никакой не дистанционное обучение какого гипертекста и чего-то такого что мы бы хотели вкладывать современные медиа здесь нет вот а вообще-то но это не только моя точка зрения что пандемия обозначила провал образовательных технологиях нашей системы образования последняя оказалась абсолютно не готова к тому вызову кроме того что перенести преподавателя через экран в виде в виде говорящей головы она ничего ни чему другому не было подготовлено за исключением некоторых исключений вот онлайн образование как мы его сегодня с вами обсуждаем и мыслим для перспективы заключается совсем в другом выстроены системы обучающих коммуникаций которые опираются на цифровую инфраструктуру образование которое прибавляет они убавляют конечно же вот единственное соответственно distant он не может быть просто курсом контентом он может и должен быть платформой или информационной средой то есть комплексом платформ его не заменишь каким-то одним элементом поэтому давайте с вами немножко разберемся что сегодня понимается под онлайн-курсы и какие виды на сегодня существует ну во первых мог известные открытые образовательные онлайн-курсы это форма учебного контента размещенного на цифровой платформе обучение ведется практически без участия преподавателя все там разложено красиво движется тесты проходится все автоматически проверяется это этим занимаются платформы интерактивного контента целиком берут на себя всю функцию второй вид и так сказать получивший распространение последний год это интерактивный видеокурс процесс преподавания с помощью видео трансляции онлайн здесь ключевая трансляция в живом времени там и записи хуже но с помощью видео то есть это та же лекция только перенесенные экран вот и третья концепция смешанное обучение так называемое это уже объединение первых двух то есть видео трансляция но совмещенные с представлением учебного контента на платформе тоже в принципе распространенные и если вторым занималась уже другая платформа видеосвязи вот если то третье это платформ для этого требуется платформа организующий учебный процесс то есть способную предоставить и трансляцию и размещение контента вот три разных вида как платформ и если смотреть с точки зрения учебника что происходит в каждом случае с учебником в первом случае учебник трансформируется в контент онлайн курса полностью до превращается вот эти текстовые аудиовизуальные элементы во втором случае ничего не происходит то есть электрон учебник просто добавляется и сопровождает обучение как и в случае с очным образованием ну а в третьем на платформе размещено то что можно усваивать из учебников в текстовом виде такой минимальный концепт первого варианта вот это можно сказать три стратегии выживания учебника вот поскольку у нас второй был концепт базовый то есть видео трансляция то с учебником в прошлом году ничего не происходило но это не значит ничего про будущее так вот по какому пути пойдет система образования это как раз вопрос ну на мой взгляд не имеющий ответа но имеющие возможные вариации и вот если мы посмотрим кто как реализует какие платформы стали базовыми для нашего дистанционного образования на первом месте вы мы видим название уже ставшие нарицательным зум да по-другому говорящая голова принципе это самое простое решение но который не решает на мой взгляд ничего она оказывается если целиком на это делать ставку как нам пришлось наказывается в тягость и учителя и ученику и я думаю что после пандемии вот этот концепт уйдет как и пришел то есть конечно он не станет основой долгосрочной жизни и обучение учебного контента хотя вот я подчеркиваю для учебника это не так плохо потому что здесь он нужен как как было нужно раньше второй концепт как раз наиболее угрожающий и образованию нашей системе выстроены и учебному и учебнику который демонстрирует всем известную платформу курсера то есть интерактивный контент принципе в нем все хорошо но это конечно дорогостоящие отрежиссирование шоу которое создается специализированной командой и она разумеется очень дорого который вот так вот никакой вуз даже самый богатый поднять практически не может и я думаю что такой формат где практически минимальной степени требуется преподаватель он специфический для дополнительного обучения всяких там повышение квалификации то есть больше для профессионального образования чем для университет вот но тем не менее конечно тоже стремительно набирает вес ну и третье решение чаще всего проходит под знаком платформы муду вот эта платформа оформление учебного контента и организации учебного взаимодействия вот это мне кажется действительно более живой перспективный путь трансформации учебных процессов где все трансформируются немножко да и находится место и преподавателю и учебник здесь тоже не переливается целиком учебную платформу частично ну будущее покажет по какому это все пути но мы с вами размышляем о том что нам диктует диктует современные средства информации да как они переплавляются вот собственно что включает себя оцифровку учебных процессов что происходит при этом вот я здесь перечислил на мой взгляд ключевые вещи которые при этом происходит первое это интеграция друг с другом управленческих процессов еще раз подчеркиваю на мой взгляд цифровизации касается первого в первую очередь управления организационного управления и здесь вот для университета происходит интеграция связка систем которые управляют приемной комиссией регулирует учебный план ведет дневники учитывают экзамены различные формы отчетности контроль время оплаты то что раньше на пальцах осуществлялось или через какие-то там бумажки да все это превращается в единую цепочку цифровую схему второй элемент который происходит при цифровизации учебных процессов это цифровизация учебного контента и как раз вот перевод его форму гипертексты дальнейшем использование уже в этой форме 3 процессы это обучение при учении персонала и учащихся к работе в цифровом режиме вот в этом плане пандемия сделала огромный шаг я думаю все те кто бойкотировал они уже в силовом режиме были привлечены наконец создание цифровой среды обеспечивающий бесшовные учебные переходы не только между цифровыми блоками но и с реальной жизненной средой это тоже ключевое понятие цифровая среда которые должны входить не только вот программы и оборудование а связь с реальной жизненность седой ну то есть нашими привычками с нашими поведениями вот мы не любили это а пришлось полюбить да это уже вот есть то смычка которая очень важно для цифровизации ну и наконец еще один элемент важно это расширение сферы доступности цифровой среды для лицеграничными возможности удаленного доступа для дополнительного образования когда не то есть это уже разрастание а в этом плане как раз цифровая среда просто вне конкуренции вот и если обобщить вот то что я сказал цифровая образовательная среда это не платформа и даже не комплекс платформ а это метод организации точнее метод обогащения учебного процесса и вот только тех пунктов где мы можем заменить и улучшить там цифровизации и будет происходить и в этом случае она действительно позитивный такой процесс обращенную будущее они не по пути объединение процесса что конечно может и происходило по нашему опыту и если вот отталкиваться от такого понимания цифровизации то следует следующий вывод который здесь написан цифровизация учебника ведет создание не онлайн курсу а к образовательной платформе вот то есть онлайн курсом нельзя заменить учебник а вот образовательной платформы да что такое платформа нашем понимании платформа это как раз и есть фокус цифровизации учебного процесса вообще каких-то функций платформа отвечает на вопрос что можно что разумно перри по переводить цифровые данные и туда они и перетекают принесет ли это комфорт и что принесет комфорт что принесет большую эффективность снижение затрат и усилий вот платформа это некий сгусток вот этих позитивных решений и вот цифровые решения этих задач и являются платформами или программными комплексами и для разных вещей у нас разные программные комплексы например 1с решает проблему бухгалтерского учета или системы абис решают проблему управления бумажным фондом библиотеки эбс задачи предоставления электронного книжного учебного контента моду интеграции разных видов контента в процессе учебы учебы учи каждого платформы своя функция а совокупность их может и составлять цифровую образовательную среду так вот учебник несет себе комплекс задач обучения соответственно цифровизация учебника формирует программ про программный комплекс на форму решающий те же задачи задачи комплекса обучения и учебник просто должен стать элементом внизу этого но как я сказал отношения учебном пространстве сразу приобретают радикальные изменения вот если на одной схеме которая строилась вокруг учебника это была простая фигура связи то случай с образовательной платформой она значительно меняется до прямая связь ученика прежде всего с платформой он не дело с ней а уже на платформе находится онлайн курсы вот этого не было учебники потому что учебник был самостоятельной сущностью он вот там был напечатан гутенбергом да сегодня можно взять в руки и полистать его онлайн курсом уже абсолютно другая лист история он существует только в рамках как элемент образовательной платформы это тоже особое отношение вот это то что мы с вами порассуждали только то что касается некой перспективы которые вот напрашивается до процессами цифровизации что происходит сегодня на практике может ли вместо учебника возникнуть программу платформа вот здесь скорее будут с моей стороны только вопросительные знать да сегодня эта задача стоит перед системой образования потому что следует технологическому перевооружению общества однако на практике как мы видим из нашей вот сегодняшней жизни образовательной системы не ставят таких требований этот формат то есть образовательных платформ и онлайн курсы в реальном образовательном процессе не вызывает интересы и спроса вот это ну и наше общее наблюдение мы уже много что перепробовали продавали онлайн курсы вот и вы видели слайд альбины несколько м в принципе со стороны вуза ничего кроме традиционных форм не вызывает интересы и спроса все остальное является экспериментом вот и в целом наша система образования растет из себя сама вот видеть их эксперимент они выстраиваются умелым мастером это всегда может измениться до умелый мастер всегда может прийти пока не пришел а то что сегодня происходит это то что онлайн курсы формируется целенаправленно только некоторыми ведущими вузами ну например на платформе открытое образование и используется как некий такой адхок дополнительный контент но есть и объективные но почему вот не так гладко идет в том ключе который я начертал почему вот не происходит такого перехода на практике потому что существует и внутренние не решенные вопросы несогласованности на который тоже нет ответа ну во первых вузы не могут инвестировать серьезные средства на создание собственно учебного контента вуз не для этого существует до никогда этого не делал и у него нет таких дополнительных средств чтобы как курсера создавать целые платформы до ключевые вузы эти 5 100 там и прочее делают это но это всего 5 до вузов там 10 вторую остальные остальные сотни до этим или не занимаются или занимаются на коленке то есть это не является онлайн курсом а является некой имитации вот второй преподаватель тоже не могут создавать интерактивный контент курс на уровне учебник вот эти видео вот эти вот красивые схемы анимации прочее прочее которые там нас поражают это конечно не может сделать просто преподавать даже очень хороший и вообще не каждый преподаватель должен даже писать учебник а тем более создавать учебный курс учебный онлайн курс поэтому когда ставится вопрос что преподаватели создавали учебный онлайн курс но большинство из них разводит руками но и третий момент даже и учебный курс создаваемый профессионально издательством имеет проблемы с быта то есть вообще не имеете быть я так сказал у каждого и потому что у каждого вуза развивается собственная платформа дистанционного обучения собственную функционную среда и этот курс не тиражируем он как я обозначил прикреплен неким таким довольно устойчивым способом платформе и вообще систему взаимоотношений вуза и его нельзя вот так просто перенести в другой вуз вот эти вопросы по сути дела и для меня тоже абсолютно не является нерешенными нерешаемыми но какое-то решение жизнь пробьет но пока скажем так вузовское образование не определилась кто будет создавать курсы издательства или вузы или преподаватели да по сути дела у каждого здесь есть глубокие методологические проблемы то есть мы находимся в таком промежуточном состоянии в котором пока можем только рассуждать никакого движения на самом деле не происходит хотя происходит вот в виде таких всяких экспериментов и поп и в частности несколько практических кейсов я хочу тоже здесь обозначить интересных вот в частности экосистема онлайн курсов который создает юрайт я думаю что коллегам близки вот те соображения которые я поднял потому что они решают те же самые проблемы и имеет свое собственное решение это вот экосистема построены вокруг учебника как некое его развитие интерактивный в гипертекст вот это слайд из их презентации и вы видите ну довольно логично и интересное такое развитие слоев вот учебник становится элементом каталога в нем добавляются цифровые опции поиска чего-то закладки вот потом это расширяется уже на вторую ось где включается учебник в шаблоны рпд аналитические задания видео аудио включается групповая работа со студентами то есть это как раз вот уже онлайн платформа о которой я говорил где учебник элемент широких инструментов цифровой коммуникации очень интересная задумка проект который и учебник консормируется в онлайн курс и превращается в элемент онлайн платформы их онлайн платформы до издательского качества ценности ну и там по моему у них есть возможность закупки онлайн курсы перевода там контента в свою то есть это как раз вот тот путь попытка трансформации учебника онлайн курс жизнеспособна она или нет авантюра это или прозрение вот здесь покажет как говорится жизнь на мой взгляд это красивая схема но если вникнуть внутрь то я там вижу в самом решении в этом развитии функции опции некое хаотическое нагромождение гипертекста ну тоже смотрите там есть и какие-то элементы видео аудио да то что может войти там в электронные учебники и в то же время там групповая работа со студентами цифровые следы но это задачи совершенно разных порядков никак они к учебнику не относятся ну то есть они все все вот эти задачи платформы как бы свели спираль разворачивать спирали чем на мой взгляд это скорее утопия вот мы вообще может ли издательство предложить универсальный онлайн курс который бы подходил все могут на мой взгляд нет потому что онлайн курс создается от преподавателя и главную отдых ту уже экосистему образования вуза потому что все-таки за образование за обучение отвечает вуз он сформировал это не за один год он имеет традицию вот нельзя просто так другой процесс принести вот в этот процесс чтобы не создалась конфликта вот прошлое но вообще существует здесь очень ясные разделение труда которые вот который вписывался традиционный учебник да например автор и исполнитель как автор учебника и преподаватель преподающий поэтому учили или архитектор инженер один создает как бы контент и образ другой это внедряет вот это вот разделение учебник хорошо очень на него ложился а вот онлайн курс нет и учебник но учебник заложил вот это разделение между учебником и обучение между контентом и процессом вот в данном случае превращая учебник в онлайн курс и дальше в платформу мы в него вносим процесс и насколько вот он глубоко этот процесс заходит в этом то весь вопрос конфликта с жизнью вуза то есть контент он в идее должен быть и оставаться константа за который отвечает автор и издательство это раньше получалось а вот обучение это динамический процесс за который отвечает уже преподаватель и вуз который формирует вот эту вот среду то есть вот это разделение которое раньше было очевидным и создал его к рынку все вот она сейчас в новой среде поставлены под вопрос пошатнулась как я сказал не имеет очевидного ответа вот то что на мой взгляд еще можно реализовать во второй схемке обнаружен когда контенту можно контенту можно придавать некий динамический или элементы и включать его частично в процесс да вот немножко так вот его округляясь сливая в сторону процесса дружественных вот но если контент станет дублировать процесс то есть стать процессным быть параллельным вот как у курсе да то есть то же самое она дублирует там университетский процесс вот то это уже нонсенс во всяком случае место в университете ему не будет и это все неживая концепция вот я думаю что вот такая такая судьба будущее у тех попыток пойти по этому соблазну превратить учебник в онлайн-платформу издательство учебников издательство онлайн-курсов есть еще несколько интересных особых случаев медицины и иностранные языки на них остановлюсь вот медицина это интересная область которая требует точных знаний да и такого действительно качественного глубокого по обучению когда приводит иногда такой в плане учебника аргумент что если вот учебник будет создаваться в авторской редакции и не проходить вот этого тщательного контроля хотели бы вы учиться у студента которые учатся по таким учебникам да и все там руки опускаются да 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 вот на самом деле мне кажется что вот так вот учится только медицина и вот наша практика показывает что действительно отрасль где читаются учебники активно используется тщательно это только медицина остальные сферы практически могут обойтись без учебников по большому счету даже не только танца авторской версии и еще наверное такая такая особенность медицинского образования в нем требуется большой объем знаний которые все время конечно должны обновляться в этом коллегам очень удобно став такой работать среди высоко знаний но зачастую это знание очень конкретные и связанные во первых с практикой очень тесно во вторых с визуальным визуализацией их работы да все эти атмос и лабораторные операционные примеры вот и вот это я думаю сподвигло к тому что вот издательство ключевой здесь гиатар первой создала платформу консультант зданий в которой реализованы учебники нового типа то есть те самые интерактивные учебники с большим наполнением аудио визуального контента но для медицины именно и напрашивается да в то время как для других сфер там право или экономика но там нет таких прямо операций которые надо визуализировать которые прямо напрашиваются в этот самый учебник и соответственно там не происходит такой привязки ученика студента к учебнику его качестве и вообще для остальных сфер это оказывается слишком дорого и не всегда обоснованно вот поэтому вот медицина всегда сферы которые работают другие правила если мы говорим об учебнике вот второй пример совсем уже по другим основаниям иностранный язык иностранный язык вы знаете тоже отличается тем что он один из первых идет по пути трансформации в электронную среду и сначала на дисках потом на платформах он требует большой объем аудио визуального контента направленное на практическое владение навыков речи коммуникации много упражнений требуется того что просто повторение то есть он содержит повышенную такую потребность повышенной интерактивности контента это удовлетворяется конечно платформами но но и здесь учебник выступает в особой такой функции здесь ценность учебника не снижается а даже повышается как некой рабочей тетради и дневника когда требуется двигаться определенной линии и по практически документировать индивидуальную обучающую стратегию поэтому на платформе это как-то слишком все абстрактно удаленно текучи да а вот на бумаге с помощью бумаги зачастую это получается даже лучше методически понять не проще вот соответственно это привело к тому к созданию учебно методических комплексов обширных где есть учебники там рабочая тетрадь и словарик все в такой одинаковой обложке то есть человеку не надо куда-то там убегать по ссылкам а он получает некую такую платформу в бумаге так скажем разнообразный контент в одну упаковку вот здесь тоже очень интересные тенденции вы знаете мы разрабатываем создаем ресурсный центр изучения иностранного языка там будет и учебник и и такой интерактивный учебный контент здесь какой-то такое особая формула существ сосуществования учебника и интерактивных материалов то есть вот в этих сферах происходит настоящая схватка бумажного и платформенного подходов где требуется очень высокая точность проверенность и в то же время мультимедийные форматы и вот эти вот сферы конечно с очень высокой скоростью цифровизации медицина с большей для страны меньше вот но при этом они им удается более менее сохранить место учебника и бумажного учебника их инфраструктуры знаний но вот удастся ли другим областям которых нет вот таких предпосылок не уверен и вот своих размышлениях мы отталкивались от такого понимания учебники как гипертекста того что можно вычленить из этого гипертекста и добавить к обычному учебнику мы пришли вот такой вот схеме в которой я бы выделил четыре сегмента обогащения цифрового сегмента сегмент дополнения когда к учебнику можно добавить цифровые тесты видео иллюстрации там различные цитаты и так далее дальше сегмент или сервис оценки когда можно добавлять рекомендации к ним рецензии отзывы оценки экспертные там различные оценки на это помогает выделять и продвигать книгу дальше сегмент библиографии когда книги создается качественная уже готовая библиографическая запись включается разные инструменты рекомендательных сервисов теги ключевые слова каталоги классификаторы ббк угресс то есть все это помогает навигации и определение места книги в общем информационном пространстве ну и наконец третье направление сервисов это отсылки уже во вне информационной среды куда можно разместить этот учебник курс в рпд и так далее включенность в рпд возможность купить его в виде книги возможность сообщить о нем в соцсетях вот целый ряд таких вот различных сервисов которые не меняют сущность учебником но достаточно обогащать вот эти вот направления мы постарались реализовать свои работе в ббс и вот последний сегмент моего выступления займет буквально минут пять это вот уже демонстрации нашего решения какие возможности у нас вы можете найти по какому пути мы пошли вот но это не такое вот системное грандиозное там как умирает это скорее вот такие дополнение прежде всего решение муду для всех в рамках нашей экосистемы мы создали платформу муду который интегрирован cbs и который бесплатном ключе можно размещать свои курсы прежде всего для тех у кого нет собственные лмс небольших вузов или они не очень вписываются их курсы ту систему которая у вуза вот это мы назвали мобильный дистант модель мобильного дистанта то есть возможность бесплатно создавать сопровождать свой курс возможность использовать элементы дальше это возможности использовать элементы учебного контента эбс в своем курсе фрагменты тесты библиографические списки то есть своего рода песочница эбс как песочница для пополнения курсов на своих собственных платформах вот ну и еще одна опция создание площадки для разработки курса на основе сервиса генератор онлайн курса о нем сейчас еще расскажу в общем как вы видите наши решения ориентированы на индивидуальных преподавателей как правило на бесплатной основе но при желании могут быть реализованы и для образовательных организаций сразу пакетному системным уровнем вот из этих вещей которые я озвучил обращу внимание ваши на на эту нашу платформу электронные курсы на на моду вот и возможности создать свой онлайн курс на тех у кого его нет на основе рпд здесь но это так сказать самый минимальная концепция мини курс которая создает возможность разместить онлайн материалы структуру занятий обозначить до интегрированные вебинарная комната зум сюда можно добавить проверочные задания тесты сюда можно добавить систему домашних заданий оценок учета успеваемости для организации систему статистики управления классом учебным процессом то есть это такой мини онлайн курс некая площадка образовательная куда может прийти студент и вообще там разобраться что за курс какая система какие-то там домашние задания то есть по минимальной модели который в принципе может вести любой преподаватель это вот не курсы курсеры вот дальше возможность использовать контента и бс тоже очень гибкий вот вам пример ставки текста любой муду можно вставлять фрагменты от трех страниц в свой онлайн курс вот точно также можно использовать тестовые задания у нас более 60 тестов по различным дисциплинам и можно использовать разные их разные вопросы то есть некого рода конструктор точнее песочница тестов для своего онлайн курса в любой системе можно брать загружать вот эти тесты на бесплатной основе ну и на это вот о нем генератор а генератор онлайн курсов на основе рпд это наш такой легкий сервис помогающий преподавателю который не умеет и собственно не вникает сильно обогащение из контента и бс то есть мы раскладываем рпд вычленяем из него структуру содержание курса и марихератов литература который содержательный элемент который в курсе и добавляем обогащаем информационные информации из эбс во первых организуем это в красивом виде добавляем сюда контрольные тесты из песочницы тестов интегрируем с некими с полными текстами которые в списке литературы и это все упрощаем с помощью бесшовного перехода из эбс в лмс то есть формируем такую простенькую удобную экосреду вот мне кажется для небольших средних университетов это очень удобно практически не вкладываясь получить все таки жизнеспособную цифровую экосреду они просто говорящий голову зума и вот и чтобы это все работало один из важных элементов нашей работы это вот директ академия с обучением преподавателя работы в цифровой среде частности вот наш курс очень пригодившийся в эпоху пандемии быстрый переход образовательной организации онлайн вот заказ я уже заканчиваю вот вы выслушали мои соображения потому что происходит с учебником каково его будущее как он трансформируется в новой образовательной среде и каково его отношений и вообще перспективы у онлайн-курсов как это все будет строиться вот тем не менее некролуп название некролог в моем вебинаре это конечно была шутка мрачная некая ки гипербола конечно учебник не умирает и дай бог ему еще на наших похоронах простудиться вот и мы конечно очень много делаем для того чтобы учебник как раз современным встраивался в учебную среду чтобы он выполнял свою цель в частности вот в эти дни сегодня продолжается сбор работ на наш конкурс учебников и учебных пособий доктор моделес престижная премия обещается победителем этого конкурса как всегда будет тоже презентация на книжной ярмарке для победителей это этот конкурс мы проводим впервые следующий у нас будет конкурс монографии но надеемся что мы сможем его развивать и поддерживать каждый год так что информируйте на своих коллег и сами участвуйте на нашей платформе в конкурсе учебники учебник пособий вот ну а я заканчиваю свой вебинар к сожалению тоже дольше задуманного осуществлялся вот сейчас посмотрю на вопросы которые были заданы так при учении на и зарубежных онлайн курс я сталкивался тем что вместо учебника нам давали список литературы по каждой теме это тенденции хорошие ваше мнение ну конечно это базовое использование и нашей эбс во всех форматах онлайн курсов дается список которым прямой переход учебнику в электронном формате вот но тут речь идет о том что это может не только учебника различные там статьи но мне кажется это вообще уже такая стандарт образовательный не нова так ваша трактовка терминов система среда пространство ландшафт но увидите здесь я это уже использую как скорее не никак строгие термины а как образы хотя конечно системы и среда это можно уже легко сформулировать это скорее в ключе понятия французской философии когда пространство ландшафт говорится так понятно куда делись генераторы курсов записи вебинаров директ академии ну там они не должны присутствовать генератор курсов опирается на ваш рпд ваш курс и там можно включить любой контент в том числе вебинары директ академии в отличие от эбс они имеют прямой открытый доступ к на youtube его можно вставлять в любой онлайн курс вот надеюсь я откликнул на вопрос так еще вопросы ну тут вот много я думаю комментариев онлайн курс должен создаваться не под подавателя а под рпд ну да а вот вопрос ноты музыканты это наверное особый случай где с учебниками специфично согласен так автоматизировать системы не поддержит размещением них онлайн курсов библиотеки только ссылки будут прописывать своих электронных библиотеках ну да на сегодня это так вообще до онлайн курсов все-таки отдельная тема которую много можно говорить мы сегодня ей занимались только вот аспекты смежным с учебником захотели посмотрели половину слайд захотели оппонировать мыслимо я надеюсь то что тут параллельно с моим шел другой мыслительный процесс и дискуссии в принципе это как раз интересный формат для онлайн курсов студенты желающий серьезно учиться предпочитает привычные книжные учебники да есть такой феномен но ведь если в учебнике тираж 100 200 экземпляров то это очень проблематично учебник все-таки но это тоже тема другого вы кстати по этой теме можете еще нескольким моих вебинарах в истории о книге например перспективах вот там анализируется практике чтения информационного чтения и глубокого чтения вот учебник такой специальный формат который обычно читает информационно то есть достаточно быстро для усвоения зданий после этого кладут его там и не вспоминают да он такой временного пользования вот но можно учебником работать и по-другому читать его глубоко и в этом случае как раз бумажный формат намного удобнее поэтому чтобы прочесть глубоко лучше читать бумаги и вот так что это тоже многообразие форм так ну здесь уже такая аккредитация сегодня политика государства ну действительно здесь наверное я уже не смогли не смогу отследить всю дискуссию где здесь вопрос а где здесь комментарий так что вы в вопросы пишите не пойм так да ну а на вопросы я вроде король умер да здравствует король ну ну что вы понимаете под понятием учебник ну я кратко там выражался достаточно для целей моих размышлений платный бс как по вашему это нормально в двадцать первом веке извините по моему очень нормально если учебник платный почему должно быть сообщество учебников быть бесплатным мне как раз кажется что это очень даже логично это же контент выверенный созданный качественный над ним нужна работа а бесплатные платформы те как ютуб куда вы суете ну каждый суёт сам что хочет ну пожалуйста такие есть но это как раз не эбс и это внушает нам веру в будущее ну что ж коллеги большое спасибо за то что были вместе вот надеюсь я тоже подтолкнул вас к своим рассуждениям и каким-то практическим действиям которые помогут вашей работе в общем эта линия исследование книги и ее жизни в информационной среде я стараюсь в своих треках постоянно развивать и надеюсь встречаемся с удачи в том праве что это не ocult удачи и на удачи и